Плэйчик перед сном. Андрюш, это хорошо. С Андрюшей всегда приятно поиграть, Дио. Андрюш, по крайней мере, редко бросает игру и всегда старается. И в отличие от условных... Вы сами знаете кого. Короче, у вас Жберна полная жопа. Вот. Он идет там на одном из последних мест. У него там пять лузов, одна победа. Даже Саша его задайсил, а это о многом говорит. И как вы видите, когда команда покупает Морган Торга, это тонкий намек, что крысам больно было. Или что очень толстые, конечно, некры. Ну, у некров четыре замены, и силовая гуля отдыхает. Вот. Леонид. Леонид, как ты думаешь? Вот у меня есть выбор. Нормальный стрим на Ютуб, Твич и Трова? Или Твич и ГГ? Грубо говоря, окей. Выбор между Трова и Ютубом? Или ГГ? Как ты думаешь, что лучше? Есть, конечно, еще один вариант, но я не уверен, что мне на него потока хватит. Так. Вроде пока крысики хорошо прикрывают мянщик. Нравится мне название команды у ваш Берна Брысь. Брысь это хорошо. Ну, нормально. Здесь подбор сильно сейвить не надо. То есть, агильный волк, конечно, может добежать. И что-то там попробовать. Но это не страшно. Стелларис, кстати, у Ситара довольно уютный, стоит сказать. Мне почти захотелось опять поставить Стеллариса поиграть. Так. Это хороший Блиц. Такл МВ. Повезло, что не пробой. Сейчас Волчек может получить МВ-такл к Лавсу. И это опасный момент. Чат есть, экрана нет? Ну тогда, ребята, я постараюсь получше комментировать. Ну, правда, в матче такое происходит, что так, Блиц Волчика. Пятерочка такл работает. МВ-такл к Лавсу. Колокол. Майор Гром в нокауте. Минус МВ-такл к Лавсу. Волчки, ситуация у вас дурно выправилась. Несмотря на то, что было забегание на мяч. И даже пяточку не пришлось применять. Морган Торк пошел в дело. Видимо, теперь будет висеть на двух игроках. А что, если звука тоже нет? Ну, я не знаю. Честно скажу. Вы какие-то сложные квесты предлагаете. Ну, вот. Ох ты! Крыса Огар скушал зомбю насмерть. Не уверены, что стоит бить флэш-голи? Ну, да. Получили халяву по итогу. В смысле, получили по лицу. Эх, ладно. Так. Ну, вот из-за вот этого вставания вместо Даджа получилось, что теперь Морган Торк висит на одной зомбе, а мог висеть на двух хороших игроках. Ну, ладно, на одном хорошем игроке и зомбе. А, вот. Безплатный, сказал Нагагрыз. Люблю русский язык Нагагрыза. Побоялся заходить флэш-големом под очень простые два куба с Клавсой. В принципе, это разумная мысль. Но, видимо, сейчас Клавса поедет в Войта. В водку. Интересное имя для Войта. Сразу вспоминается знаменитая песня группы Корпи Клаани. Это такая финская группа. Весьма специфического направления. Да, это грамотный блиц в... Один из двух таклов на поле. Шансы на минус хорошие. Ну, пробой тоже устраивает. Клеточка подвиглась вперед. Будет тычок, интересно. Можно было, кстати, реально потыкать тычком на первое действие. То есть, ассист Крысоогру не особо был нужен, наверное. О! Крысоогр сделал второй. Прекрасно. Прекрасно. Крысоогр сделал уже минус два. Найс. У меня скрин не грузится, который ты залил. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Вот здорово, да. Работает. О, кстати, ребят. Я не знаю, я ситару кидал, наверное. На ГГ, наверное, не буду кидать, потому что люди как бы это. Ситарочку закину в личку. Вдруг ему интересно будет. Мы с ним как раз недавно обсуждали. Так. Ну что, клеточка построена, все здорово. Жалко, что... Ну, сейчас попробуют Вайта притоптать. Да, да. Потому что фулл по Вайту слишком выгоден. Ой, хорошо. Это удаление, но это типа без Регина. Это шикарный размен. Здравствуй, Дон Кихот. Я рад никотин. Быть дома всегда хорошо. Сейчас вот стрим закончится. У меня есть домашняя буженина, сделанная моей мамой. Ее, правда, мало осталось. Я ее немножко разогрею на сковородке. Тонко нарезав. После чего я возьму тостовый хлеб. Намажу его творожным кремом. Творожным сыром. Сверху положу нарезанные огурчики. Маринованные. Сегодня по скидону взял. После этого... Ой, как Морган Торк предал. Ой, как Морган Торк предал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так вот. После этого я положу кусок сыра. Сверху на сыр положу вот это разогретое мясо. И залью сверху соусом. И закрою второй половинкой тостового хлеба и буду кайфовать. А? Круто. Пускайте слюни в чате. Сложный стал драйв внезапно для ваш Берна. Хватило одной даблым Морган Торком, который не переролил. Ну, не подбор, конечно, хороший. Потому что если бы получилось сдать бы подбор вкладку, все хана отвечу. Не знаю, у меня работает. Пока. На двух разных источниках. Недолго, правда, я чувствую. Но посмотрим. Привет, Брайт. У тебя тоже твич не работает, да? Эх, профя не сыграла. Что-то мне так сейчас хочется расстроить Дара. Но пусть чатик это сделает за меня. А, твич работает на обсуждение. Тут окей. Не нашлась шестерочка-двоечка в скиттера. Ну и 1-0 ваш Берн. Ну, сейчас будет Сталин. Еще в ходе. Управедливость. Да. Какая-то. Что-то, что-то, что-то... Управедливо. Управедливость. АП-БТС. Управедливость. видимо это было сейчас под фол не поднимая игрока но вайт не нет подожди а волчка волчки не добегает до брайт дарий ты меня как будто провоцируешь на бан за политику на гг я вот недавно просто гулял по питеру и ощущения были знаешь такие как бы напоминающие кое-чего попутчика выбить напоследок блок мб ну вот клавса в этот раз не вскрыла ну вымучил ваш берн мага сохранил в целом нормально практически без минусов кроме пятки это может встать встанет не встанет к сожалению ну там еще будет еще одна попытка встать но в целом пока все норм кстати ваш берн отнесся с уважением и пытается законтрить вантерн очень мило с его стороны чувствуете как уважает о выпал блиц выпал блиц ну вантерна правда и не планировалось дарки сам почему-то не поверил будут в мувного волка назовем это так вот ну чат ты интересный судакович на на гудгейме чат вообще прям как исторический кружок имени президента российской федерации сломалась зарядка от ноута новая будет в конце марта ага так ага ну слушай это конечно кихот звучит как некоторая степень извращения но если работают то слава богу как говорится я никого не распугивал люмакс я никого не распугивал я действую по принципам екатерины шульман никто не ценит а я уроки шульман стараюсь плотно изучать понимаете вот смотрите я объясню логику и объясню логику екатерины шульман это такая очень мудрая тетенька политолог вот смотрите ребята если дарий сейчас не понимает в век абсолютно свободной пока еще информации когда имея телефон и немножко времени интернет можно узнать на свете примерно все то либо он не интересуется либо у него несколько политически замылен взгляд да вот и если вы продолжите спрашивать его и спорить с ним по поводу его позиции особенно если вам кажется шизой то рано или поздно вы придете к моменту когда он захочется его либо послать либо заблокировать либо никогда не общаться то бишь потерять какую-никакую а социальную связь поэтому намного разумнее сейчас не устраивать с ним политические споры а подождать энное количество времени я думаю не очень большое и великодушно как бы простить его за незнание или за непонимание в будущем когда осознание придет а если вы мудло то стебаться и глумиться выбирайте на свой выбор ну вот лучше конечно понять и простить да просто ребята у меня были такие ожесточенные на эту тему споры с с батьком что в общем есть мне совет шульман конечно я теперь если батя начинает говорить о политике я просто сразу ухожу как бы даже не продолжать разговор оболе все вся бать давай да пока я пойду без негатива без негатива но это реально правильный выбор мне кажется разосраться то я всегда могу на вот не ну просто я пару раз на него наорал прям когда он меня совсем выбесил я понял что да чё-то это нет смысла ой господина гагрыз там такие ебаные костыли с ютубом то есть рестрим ютуба через гг это просто то еще я вот у ситара сейчас спросил пару раз его мысли а ситар там ушел в политику и не ответил я прям реально что-то подумываю отказаться от гг потому что ну блин очень много геморо с ним с гг просто неприятно работать с рестримами потому что у меня сейчас из четырех потоков работают фактически два с половиной это вообще говнина полная конечно с другой стороны чуваки с рестрим и у не ну у меня выбор не знаю на трава мне кажется на дистанции кстати торг второй раз даблу кинул строго работать на дистанции может быть выгодно но хрена вы знаете у меня скорее стоит выбор между youtube и трава и гг вот как-то так я не думаю что твич быстро закроют ребят youtube до скоро у меня youtube от всего площадка чисто для вводов не больше не меньше а ты уверен что это именно блокирование твича они я просто я вполне могу представить что они как бы что-то другое ломали это все амазоновская инфраструктура просто они скорее всего что-то другое ломают но так как amazon он плотно переплетен они просто могли какую-то часть этого перламать просто потому что амазоновский сервис понимаете так что я не думаю что это блокировка я не думаю что это блокировка твича да просто руки из жопы не знаю у меня твич работает и на компе и на телефоне пока что а это такая такая скрытая скрытая трехходовка ребята вуф вуф игра на победу ну допустим давайте дарки конечно смелый смелый молодец ну я по крайней мере пока не вижу массовых сообщений я так в пол глаза открыл ленту поглядываю и как бы говорят только про сбой спотифай дискорда то есть как бы еще труп спотифай дискорд да я знаю что по всему миру я шучу да не у нас бы люди тоже бы как бы сразу подожди но сейчас я найду русском свобода так сейчас я посмотрю ребят минутку может у них что-то есть по свежим новостям ну слушайте русском свобода ничего не пишет так что так что не парьтесь ребят то есть папа папа пока пока пишут что еще пока ничего не пишут значит вряд ли какие-то глобальные штуки вот не удивлюсь кстати если это как-то связанные с падениями спотифая и этого заметьте что когда падает сразу много сервисов это обычно друг с другом как-то связано то есть они либо где-то хостинг у них один или еще что-то такое ну дарки специфический стиль игры ну кстати вот клейман когда я играл с дарки в этом сезоне мне показалось что он изменил своему стилю потому что со мной дарки играл как-то ультра аккуратно и получилось плохо конечно не знаю почему но со мной в этом сезоне дарки играл максимально максимально не то что адекватно как бы это скажет он зачем-то пытался играть со мной блиц 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 я просто его передавливал со временем потому что него тогда по моему как-то волчка он даже волком не всегда были свал вот ну будет печально если твич перестанет работать будет один радостный майкер где-то на гг не очень понял этого даджа даджа с рероном ну ладно прокатило но фигня в том что просто отдал полностью фланг просто полностью отдал фланг ради удара по крыса огру дарки всю позицию отдал это фигня конечно я чет слышал что руслан уехал куда-то куда-то и ему очень хорошо то есть предпосылок к этому нет я уж не помню кто мне рассказывал но в общем вроде как адольф свою жизнь наладила и слава богу правда конечно пикачу не смог продать но как бы я думаю что если вы дадите волку солл-стрит продать пикачу он тоже руками разбудет в стороны задачи все-таки не линейная что-то дарки как будто такую же мол ну ладно пофиг на мяч давайте крысого городом пофалим что я не очень понял логики этого но крышку побили молодцы заодно качнули бывшего этого бывшего козлика я что-то вообще не понял чудо дарки как будто то ли на дизморале то ли еще что-то то ли решил что против мага бороться нет смысла то у вас с ценами с ценами на что сцены растут в магазинах если проект это еще не везде ощутимо но как бы но некоторые вещи уже туда-сюда и мне показалось что с ценниками стали играть почаще то есть появились какие-то моментальные скидки на один день и и потом так же внезапно пропадающие хз странно да и не дал не должен удивляться много раз все что мы можем делать это быть готовыми к тому что что-то очередное отварится вот вы меня сейчас надоумили я тердуму а чё делать как бы именно формате если там как бы я я просто не могу понять если заработать чебурнеть то как не потерять вот эти социальные контакты и как грамотно все как бы как как это зайдет насколько объемно вот на сегодня в окей сказали скидки не работают а я сегодня видел в пятерочке была тема что наши скидочные карты лагают могут не срабатывать я такой ну так по естественно все цены сцены пошли не то чтобы даже из-за доллара экономически с другим связано как вы мировая экономика переплетена так что все как бы это друг с другом взаимосвязано если все там куда-то сваливают то естественно будет какой-то там дефицит вакуума все такое ну и просто всякие нехорошие люди которые захотят поживиться ну вот что-то какая-то странная игра получилась вот это вторая у меня я не знаю насколько сложилось впечатление но это вторая игра в сезоне когда дарки играет против ну относительно известного тренера и почему-то отступает от своих правил игры в бб что ли изменяет своему стилю заметьте как раньше дарки спокойно не боялся влететь в клетку еще там прокинуть миллион даджи еще что то а вот эта вторая игра вот не вот моя и вот это когда дарки просто играл как-то не на победу что ли то есть он гол на победу сделал а потом опять начал катать в вату странно печально